Всем привет! С вами я, Дмитрий Хреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Я приехал в Испанию из России три года назад. И одним из продуктов, ну или скорее блюд, который я увидел только здесь, и который меня впечатлило, удивило, были котлеты из мяса птицы с вмешанным фарш шпинатом. То ли это совпало по времени, сейчас такая мода идет по всем местам, по всему миру, то ли это такая региональная особенность, не знаю. Мне очень нравится сочетание нежного вкуса птицы в котлете со свежестью и такой легкой горчинкой шпината. Кстати, вы же живете в самых красных уголках нашего маленького земного шарика. Напишите в комментариях, в ваших краях такое готовят? Для тех, кто таких котлет еще не видел и не пробовал, смотрите и повторяйте. Для начала отправлю в кипящую воду шпинат на полминуты. Воду надо подсолить. Сейчас моментально бланшируется. Заранее подготовьте холодную воду. Сразу после кипятка шпинат нужно будет очень быстро охладить, иначе листья потеряют свой такой яркий зеленый цвет. Ну все, сливаю в душлаг. Вот так. И оставляю охлаждаться. Сегодняшние котлеты, как их называют в Испании, амбургесос. Я буду готовить из смеси филе индейки, филе курицы и мясо с одного куриного карачка. Косточки надо удалить. Ну и шкурку тоже. И косточки, и шкурку я не выбрасываю. Постоянно зрители канала знают о новом сообщаю, что из этих обрезков и костей получается совершенно чумовой красный концентрированный бульон. Великолепная основа для разных соусов. Щелкайте вот сюда. Откроется в новом окне. Поставьте на паузу, потом посмотрите. Так, филе индейки тоже надо нарезать кусочками для мясорубки. Еще понадобится лук и чеснок. Лук тоже нарежу так, чтобы в мясорубку нормально влезал. Вот так примерно. А теперь все измельчаю. Фарш готов, но еще не заправлен. Шпинат надо отжать и добавить к фаршу. Лишняя вода в нем нам не нужна. Он, конечно, сейчас уже мягкий, но для облегчения перемешивания пару раз ножом можно пройтись. Так, так, ну и вот так. И свежей петрушки тоже надо сюда добавить и тоже измельчить. Мне кажется, что вот так вот будет достаточно. И вот теперь окончательно заправляю фарш. Зелень, соль, перец черный. Вот так, наверное. И одно яйцо. Яйцо не обязательно, но куриные, ну или индюшачьи котлеты с яйцом мне нравятся значительно больше. И в качестве разрыхлителя немного панировочных сухарей. А теперь все надо старательно перемешать. Почему я добавляю именно сухари, а не вымоченную в молоке булку, например? Потому что они мелкие и, значит, смогут хорошо, равномерно перемешаться с фаршем. Потому что они сухие, а, значит, смогут впитать в себя тот сок, который мясо при жарке неизбежно выделит. Да и просто потому, что мне нравится. Ну вот, смотрите, какой красивый зеленый фарш получился. Немного приберусь и продолжим. На карнир сегодня я хочу подать сладкий перец, слегка обжариваю на сковородке. У меня сегодня просто какой-то крен в сторону спортивно-диетично-витаминной еды. Нарезаю его крупно. Ну и уже можно начинать обжарку всего. Руки смачиваю водой и формирую котлеты. Чтобы ровнее были, воспользуюсь вот таким вот кольцом. Ну, мне так удобнее. Кстати, сковороду уже можно нагревать. На одной бургеса буду жарить, на другой перец. Наливка в масле. А еще к сегодняшним котлеткам я хочу приготовить очень быстрый и очень вкусный соус сальса берда. На канале есть про него отдельный ролик, поэтому все подробные подробности, щелкать откроется в соседнем окне, смотрите там. Здесь все факультативно. Готовлю измятые петрушки. Раз в бургесе зеленый, то и соус будет зеленый. Логично. Тем более, что он мне безумно нравится своей такой свежестью, яркостью, лимонной кислинкой. Кстати, котлеты и перец уже можно отправлять на сковороды. Масло нагрелось. Пусть жарится. А в блендер, кроме мятой петрушки, отправляется чеснок, щепотка соли, оливковое масло extra virgin и лимонный сок. Следите, чтобы косточки лимона не попали, горчить будет. А теперь все надо разбить в хлам. Пусть измельчается. А бургес уже можно переворачивать. Симпатично выглядят, правда? Кстати, и перец уже готов. Подключаю нагрев. Я же не хочу, чтобы он совсем мягким стал. Мне нравится, когда перец слегка хрустит. А соус тоже готов. Смотрите, какой яркий цвет. Красота. Еще буквально пара минут для котлеток и можно есть. Вот такой вот яркий натюрморт получился. Совсем не зимние цвета и ароматы. Снимаю пробу. Мне очень нравится вот это сочетание нежного мяса птицы с легкой горчинкой шпината и с кислотой и мятным ароматом этого соуса. Это классно. Попробуйте. Вам понравится. Спасибо за компанию. Всем пока.